SCP-3790 СП-3790 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 Данные таблички обычно содержат как полагается обозначение содержимого камеры, однако в некоторых случаях таблички были сняты или повреждены. С помощью лифта можно получить доступ к 7 этажам конструкции. Не существует подтверждения того, что у фонда когда-либо был департамент аномалий. Никакой информации касательно конструкции обнаружить не удалось. Приложение 3790.1 Содержимое камер. Далее представлен список комнат на каждом этаже. Текст на каждый из табличек, расположенных на дверях. А также визуальное описание содержимого каждой камеры, если таковое было возможно получить. Этаж 1. Комната 1. Название таблички Вивальди. Описание. Камера пуста, за исключением скрипки, находящейся у стены в дальнем углу. Смычок сломан и лежит на полу перед ней. Комната 2. Табличка Лик Монте-Сумме. Описание. Описание. В углу камеры сидит точный бледный мужчина в смирительной рубашке с завязанными глазами. Комната 2. Плачущий мальчик. В комнате стоит мольберт с завешенный полотном. Комната 3. Наблюдатели. В дальнем углу комнаты ютятся три неопределенные гуманоидные фигуры, смотрящие в сторону двери. Заметно, как фигура шевелится, однако состояние освещения внутри камеры не дает возможности разглядеть какие-либо детали. Комната 4. Табличка отсутствует. За дверью находится еще один темный коридор. Третий этаж. Комната 1. Бесконечный холод. Пол камеры залит тонким слоем воды. Внутренняя часть комнаты кажется значительно больше, чем позволили бы ее физические размеры извне. Комната 2. Название таблички «Скорбь». Описание. В середине комнаты расположен пьедестал. Четыре параллельно расположенных пыльных следа, соответствующих следам пальцев, указывают на то, что предмет до недавнего времени находившийся на пьедестале забрали. Комната 3. Мир без людей. Комната пуста. Комната 4. Ненависть Адама. В дальнем конце комнаты видна дымящаяся нечеткая черная фигура. Четвертый этаж. Первая комната. Утренняя звезда. В дальнем конце на стойке стоит ржавый меч. От двери, ведущей в камеру, ощущается тепло. Вторая комната. Полынь. Окошко закрыто. Третья комната. Ожерелье гармонии. В дальнем конце комнаты, освещаемой единственной свечой, на стойке стоит незмысловатое золотое ожерелье. В камере, судя по всему, отсутствует пол. Четвертая комната. Табличка отсутствует. В камере отсутствует освещение. Индивиды, посмотревшие в эту комнату, впоследствии ощущают длительный страх. Пятый этаж. Комната 1. Сердце человека. Внутри камеры находится бьющееся человеческое сердце, подвешенное к потолку проволокой. Внутренняя часть камеры выглядит искаженной. Вторая комната. Следы от инструментов дают понять, что табличка была оторвана. Слово «Привет» нацарапано на ее месте. Раздвижная дверь заварена. Третья комната. Название таблички «Канал 55». В центре комнаты стоит маленький телевизор с кинескопом. Нечто проигрывается на экране, однако сверху его покрывает темная ткань. Четвертая комната. Кошмар наяву. В середине комнаты лежит грязный матрас, расположенный на простой металлической раме. На матрасе лежит фигура, полностью накрытая одеялом. Шестой этаж. Комната 1. Название таблички «Господин Тишина». На дальнюю стену камеры опирается длинная черная деревянная коробка. Коробка покрыта цепями и замками. Яркая фиолетовая буква «Р» выгравирована в золоте спереди. Комната 2. Стул мертвеца. В дальнем углу комнаты стоит деревянный стул, заметно тусклая тень, сидящая на нем, однако исчезающая при повторном взгляде. Комната 3. Эции. Описание. Слой льда покрывает окошко и ухудшает видимость. В центре комнаты видна темная фигура, однако возможности взглядеть какие-либо детали отсутствуют. Комната 4. Корона Аполеона. На столе посреди комнаты лежит серебряный сейф. Заметно, что внешняя часть двери покрыта царапинами, словно некто пытался пробраться в камеру. Этаж 7. Несмотря на то, что проход на 7 этаж виден через решетчатый пол лифта, его механизм, судя по всему, был изменен и больше не может обеспечить доступ к данному этажу. Чтобы никогда не видеть дневной свет. Перевод. Департамент аномалий. Темное небо извивалось и плыло над побережьем. Летний шторм проходил навстречу берегу. Дождевые тучи, наполненные взрывной силой, еще не раскрытые, зависли низко над головой. Ветер со стороны озера выталкивал воду на пляже. Температура упала. Отдаленный гром затрещал на все необъятные просторы с почти каким-то злым умыслом. Под этим всем на узкой ветреной дороге, идущей через скалистый берег, ехала одинокая черная машина. Звук ее рычащего двигателя присоединился к грохоту грома. Эти два голоса спорили о своих горестях друг с другом и с миром вокруг, пока машина не пропала в последнем узком луче сумерек. В конце дороги находился особняк. Обширное поместье, окруженное высоким кованым железозабором, с единственными воротами, защищающими вход. Ландшафт там просто и ухожен. Каменная кладка главного сооружения проросла зелеными и черными лозами с маленькими фиолетовыми цветами, утопающими в листве. Молния пронеслась по небу над головой, освещая на момент слово, выложенное из металлических орнаментов, приваренных к воротам. Дарк. Начался сильный дождь. Черная машина подъехала к воротам и начала мигать фарами. Одно из темных окон особняка зажглось светом. Занавески были отодвинуты появившейся в окне фигурой. Машина мигнула фарами снова. Фигура пропала. Свет в доме погас. Еще одна молния прошла над озером. В следующий момент ворота начали открываться так, как будто это происходит с заметным усилием. Машина продолжила ехать в сторону дома, где остановилась на покрытой дорожке, ведущей прямо ко входу в дом. Худощавый парень с тонкими усами и прилизанными черными волосами уже ожидал. Дворецкий. Водитель вышел из машины и обошел ее вокруг, чтобы дойти до двери. Его костюм не особенно помогал от дождя. Невозмутимый дворецкий слегка поклонился, когда человек вышел из машины. Мужчина был высокого роста. За пеленой дождя и сумерек нельзя было разобрать черты его лица. Он носил черные перчатки, задняя часть которых была отмечена вышитыми серебряной нитью символами. Его плащ был черно-сером, с аккуратными золотыми пуговицами с узором. На голове была высокая шляпа, украшенная светло-фиолетовой буквой W, отделанной золотом. Он спешно поклонился дворецкому. Когда он это сделал, с того места, где должно быть его лицо, упали кусочки ржавчины. Мужчина остановился, стряхнул металл, затем собрался вытереть лицо. Когда он убрал перчатку от лица, она оказалась покрытой маслом. Дворецкий указал жестом следовать за ним. Двое вошли в особняк. Главная комната была большой и пустой, больше, чем она казалась снаружи. Она была почти полностью лишена света, за исключением одного факела, висевшего рядом с ревевшим камином, который давал некоторый комфорт противовес окружающей тьме. Дворецкий проводил мужчину в шляпе к камину, где сидел другой человек на стуле, с высокой спинкой напротив такого же пустого стула. Когда они подошли ближе, дворецкий указал жестом на пустой стул. Когда человек в шляпе посмотрел на него, дворецкий исчез. Прежде чем мужчина в шляпе сел на стул, другой человек встал. Он был среднего роста, молодой может лет сорока. Чисто выбрид, его каштановые волосы посидели по бокам. Кожа слегка сморщилась под глазами, но взгляд был злым, а улыбка решительной. Он шагнул к человеку в высокой шляпе, протягивая руку в знак приветствия. «Бертран», — сказал он. Его глаза прищурились, чтобы рассмотреть, что за высоким воротником. «Я так рад, что вы...» — мужчина отшатнулся. «Не нужно, Скиттер». Скиттер Маршал нахмурился и отстранился. Насколько всё плохо. Бертран Дюпонт Ла Фон Тейн Маргрейв Развлечудов вышел на свет от очага и снял свою шляпу с головы. Толстые масляные завитки потянулись от шляпы. Он расстегнул свой пиджак. Его руки слегка дрожали. Скиттеру показалось, что он слышит скрежет зубов от него. Бертран снял пиджак и повесил его на спинку стула. Пиджак дымился, а внутри всё было покрыто оранжевой железно-оксидной пылью. Он не снял перчаток. Бертран был высок, на вид ему было около 60. У него была белая жёсткая борода и ровно подстриженные волосы. Его костюм был безукоризненно сшит. Каждая его деталь идеально подходила к другой. Серые брюки, белая рубашка и пурпурный жилет с такой же золотой отделкой, как и его шляпа. Скиттер часто думал, что доктор развлечудов был тем человеком, который одевается лучше, чем все, кого он встречал до этого. И в этой его итерации было так же. Однако в этом экземпляре каждый из идеальных элементов его костюма был залит кровью и машинным маслом, запятнанным следами ржавчины. Его тело было живым ужасом. Половина его лица буквально обвалилась. Его кожа была покрыта отслаивающимся металлом и химикатами. Один из его глаз отсутствовал полностью. Когда он открывал рот, его щёки разрушались ещё больше, и их куски падали на пол. Его волосы были спутаны и скомканы вместе. Красные от крови вместо обычных белых. Огромные ржавые язвы покрывали его шею, по которой стекала какая-то промышленная жидкость. Когда он говорил, его голос звучал далеко, как будто из сломанного динамика. «Боже!» – сказал Скиттер, делая шаг вперёд навстречу к нему. «Ты хуже, чем я представлял». Он подошёл ближе. «Мы видели трупы, но знаешь, они выглядели как ты». В том же...» Он окинул жестом тело Бертрана сверху вниз. «В положении дел они были, но никогда ничего подобное не дышало». Он сделал шаг назад, исследуя состояние Бертрана. «Думается, мне это довольно мучительно». Бертран хмыкнул. Скиттер сочувственно кивнул. «Я знаю, что ты не хочешь слышать этого, Бертран, но я говорил тебе, что это случится. Люди просто не могут войти в фабрику и выйти обратно. Никто не сделал этого. Такого не случалось. Это дико, что ты думал, что ты будешь первым». «У меня там дела!» Слова Бертрана вышли вместе с дымом. В уголках его глаз горели угольки. «Да, они у нас у всех есть в жизни, но некоторые из нас имеют хорошее чутьё, чтобы не преследовать некоторые цели. То, что вошло в фабрику, Бертран, оно потеряно». «Я выбрался», – сказал Бертран. «Это возможно». «Да, определённо ты выбрался». Голос Скиттера сочился сарказмом. «Осталось ли в тебе что-то от тебя, вот это предстоит ещё выяснить». Единственный оставшийся глаз Бертрана быстро заморгал. «Ты можешь это исправить». Скиттер нахмурил брови. «Я определённо не настолько искусен, как мистер Дарк, но в его отсутствии я могу пользоваться его оборудованием, которого может хватить на то, чтобы компенсировать нехватку мастерства». Он наклонился и подобрал своё пальто и стакан с сильным травяным запахом. Когда они начали двигаться в сторону двери из этого помещения, Скиттер отпил из бокала. «Это будет больно, знаешь ли». Бертран кивнул. «А что ты собираешься дать мне взамен этого, Бертран?» «Что угодно». «Это должно быть что-то твоё». Бертран колебался. «Почему?» «У меня есть ресурсы, достаточно ресурсов». Скиттер покачал головой. «Нет, Бертран, боюсь, это не сработает. Видишь ли, ты и я живём в мире, где у денег есть цена. Мы можем купить лекарства от рака, Бертран, потому что тут удача торгует чудесами. Но в фабрике нет дел до денег. За своё вторжение ты заплатил с собой. Она не примет что-то меньшего». Он остановился и повернулся к Бертрану, который теперь, казалось, изо всех сил пытается удержаться на ногах. «Я не знаю, сработает ли это, Бертран. В мире есть тёмные стороны, а мы копаемся в самых тёмных из них. Их правила иные, их восприятие жизни и смерти другое. Нельзя изменить то, что уже сделано. Но их магия не идеальна. Мы собираемся убедить эту штуку, что она всё ещё владеет тобой, Бертран. Но мы не сможем это без одного из вас». Он повернулся и пошёл дальше. Позади себя он услышал нечто похожее на сдавленное рыдание. А затем шарканье ног, когда Бертран последовал за ним. Они бродили по тихим коридорам тёмного поместья неопределённое время. С каждым шагом углубляясь в нарастающее беспокойство, которое стало почти осязаемым вокруг, давило на них. В конце концов они вышли в комнату, тускло освещенную сверху с чёрным каменным столом, установленным на полу в середине комнаты. Руны были врезаны в пол так глубоко, что ни один человек не мог сказать, заканчиваются ли они вообще. По периметру зала располагались высокие витражные окна, изображавшие сцены разных ужасов. А в центре каждого изображения была видна одна и та же фигура невысокого человека в чёрном котелке и очень много глаз. Скиттер указал на стол. Бертран лёг на него. Его шлышащаяся кожа осталась следами на ледяном камне под ним. Скиттер засучил рукава и дважды хлопнул в ладоши. Из темноты появился дворецкий. «Работный», — сказал Скиттер. «Мне нужно, чтобы ты принёс сосновый ящик из моей машины. В нём человек, который будет нам нужен», — он замолчал. «И пока ты тут, если ты не возражаешь, я буду очень признателен». Он протянул пустой стакан дворецкому, тот быстро кивнул и снова исчез. «Кто ты из них?» Бертран с трудом выдавил из себя эти слова, когда его горло наполнилось жидкостью. «Кто из них это будет?» Он закашлялся. «Господин Рэд?» Скиттер засмеялся. «Нет, Бертран, даже если бы мы могли найти Рэда, он был уже учтён. Он подошёл к каменной ракпине в углу комнаты, где начал мыть руки под краном. «Вот что бывает, когда вы пытаетесь создать жизнь, Бертран. Так много от вас самих оказывается в вещах, которые вы создаёте. Они как дистилляция вас. Твои амбиции, твоя похоть, твои недостатки, твои неудачи. Сколько им приходилось жертвовать, чтобы покрыть их ошибки. А иногда им приходится идти на жертвы ради вас. Он пожал плечами. Добровольно или нет?» Он закончил мыть руки. «Я не хочу показаться грубым, Бертран. Мне действительно жаль тебя. Я знаю, как это было ужасно для тебя потерять Рэда. Я уверяю тебя, что это будет так же ужасно. Но таков порядок вещей. Страдания – это часть стремления к совершенству». Скиттер подходил к столу небольшую металлическую тележку, на которой лежали инструменты с лезвиями, шприцы, различные каменные статуи с орнаментами, на которые больно смотреть. Скиттер натянул одну длинную резиновую перчатку почти до локтя и потянулся за шприцом. Он двинулся к Бертрану, как бы собираясь начать, но затем заколебался. «Ты хороший человек, Бертран. Ты не заслуживаешь того, что собираешься испытать». Он двинулся, но затем снова остановился. «Вообще-то, учитывая, что делается с господином улыбкой, я думаю, что, наверное, заслуживаешь». Игла погрузилась в глаз Бертрана, и человек на столе закричал. Он дрейфовал в темноте, кувыркаясь в океане дыма и масла, который простирался всюду без конца. Он не мог ни подняться, ни опуститься, не мог пошевелить руками. Его глаза горели. Лёгкие молили о единственном глотке проклятого воздуха. Подобно насекомому в янтаре, каждое движение сдерживалось морем, которое сковывало его, всё глубже проникая в каждое его отверстие. Во тьме перед собой он видел другую фигуру, которую он узнал. Не по виду или звуку, но по чувствам в сердце, когда она проплыла мимо него. Фигура изучала его какое-то время, затем приблизилась близко, болезненно близко. Фигура поднесла свои руки к его лицу и приблизила своё лицо к его. Она потянула к себе, её губы замкнулись с его собственными. Её рука прикоснулась к его затылку, укачивая в спокойном тёмном океане смерти. Затем в один момент воздух. Жидкость пропала из его лёгких, его кожа была чиста, его глаза были открыты. Он сделал вдох, потом другой, почувствовал, как тепло наполняет его тело, которого не было, казалось, целую вечность. Он закричал не от боли или гнева, но чтобы услышать звук своего голоса. Он улыбнулся, затем повернулся, чтобы посмотреть на фигуру перед ним с благодарностью в сердце. Но та фигура, что он знал, пропала. В этом месте была другая фигура, которая задыхалась от масла, гнила и расслаивалась. Фигура начала царапать своё лицо, вцепилась когтями в глаза, открыла рот, чтобы крикнуть. Звука не последовало ничего, кроме металлического гула и звука гнущейся стали. Когда он начал плыть прочь от фигуры, она повернулась, чтобы посмотреть на него, улыбаясь. Её глаза, полные кровавых слёз и подтёков ржавчины и разложения впились в его тело. Он рефлекторно отшатнулся, когда фигура протянула руку в его сторону. Затем фигура начала пропадать в темноте. Он заметил, что она произносит одно слово. Папочка. Бертран проснулся в комнате с огнём, который танцевал в нескольких футах от его лица. Он лежал на мягком тонком полотне, укрытый тёплым одеялом. Он ощущал тонкий запах мяты и алкоголя. Он осторожно перевернулся, пытаясь не повредить бинты на его теле. Сидевший за ним, покачивавший одним пальцем бокал, стоявший на столике, был Скитер. «Ты проснулся?» – сказал Скитер, улыбаясь. «Я рад. Прошли часы». Бертран попытался сесть, но его тело категорически отказывало ему. Он, задыхаясь, повалился обратно. Скитер засмеялся. «Пройдёт некоторое время, прежде чем ты так сможешь. Просто отдыхай. Наслаждайся огнём». В ближайшем окне Бертран мог видеть молнии, пересекающие небо, и слышать приглушённый гром, который следовал за ними. Дождь бился в окно, сидящее глубоко в стене, и он слышал, как стекло дрожало от ветра. «Скажи мне», – начал он. Голос медленно возвращался к нему. «Что случилось?» «Скажи мне, как это было». Глаза Скитера помрачнели. Чили сжалась. «Это случилось, если ты об этом спрашиваешь». Бертран встряхнул головой. «Нет, скажи мне, что ты видел». Скитер вздохнул. «Я видел, что ты вошёл туда». Он замолчал. «Как долго её уже нет». Бертран не ответил. Скитер вздохнул. «Я удивляюсь, знаешь ли. Я знал сотню таких, как ты, и ни одного повтора. Ни одного до тебя». Он похлопал пальцем по краю стакана. «Ты знаешь, почему она ушла?» «Нет». Скитер кивнул. «Ты врёшь». Откуда-то над ними что-то железное заскрежетало и забежало. Среди металлических звуков можно было разобрать человеческий голос. Что-то мучилось и выло. Единственный здоровый глаз Бертрана широко раскрылся. Скитер закашлялся. «Я знаю, ты врёшь», – продолжал Скитер. «Потому что ржавчина показала мне тоже. Она очень мрачна насчёт этого, знаешь ли. Она хочет, что ей причитается». «Оказанных услуг», – прокаркал Скитер. «Ещё одна провальная попытка поиграть в бога, Бертран. Ты думал, я забыл? Я признаю, что с Рэдом всё вышло более драматично, но я никогда не забуду твоего первенца. Он откинулся на своём стуле. Я надеюсь, ты ей не сказал. Это тоже был ты, не так ли? Ни одно из других воплощений». «Я так и думал. Ты всегда был самым амбициозным по-своему. Другие маленькие люди, которых ты делаешь, им не хватает стиля. Но ты, ты знаешь, как украсть шоу. Ты метишь высоко. Мне это нравится в тебе, Бертран. Мне нравятся высоты, к которым ты идёшь. В тебе есть наглость. Видишь ли, я так воображаю, что фабрика начала звать. И она ответила без колебаний. Она такая гордая, знаешь, и не хочет быть должной никому и ничему. А ещё упрямая. Держу пари, она спустилась туда так же, как и ты. Но ты, конечно, ей не сказал. Не сказал, какие вещи ползают на своих пустых животах там в темноте. Нет, ответил Бертран, пытаясь встать. Ему удалось приподняться на локте и с огромным усилием подтянуться в сторону очага, в результате чего он оказался перед Скитером. Я не сказал ей, я никому не сказал. Единственные люди, кто обо всём знают, находятся тут. Ты да я. Скитер залился гавкающим смехом. Ага, молодые люди, вестима. Молодые люди, заключающие сделки с дьяволом. Ты со своим, я со своим. Его рука лениво переместилась к предплечью и начала медленно чесать его. Только разница в том, что с моим договориться можно. Ещё один крик, ещё один раскат грома. Дом затрясся. Бертран уставился на свои руки, каждая покрыта тонким слоем бинтов. Мне нужно вернуть это, Скитер. Они хотят это вернуть. И они не отдадут мне Изабель, пока я не верну это. Скитер поморщился. Изабель больше нет, Бертран. Ты пробыл там три дня. Изабель уже нет сколько? Три месяца? И посмотри, что с тобой стало. Полуживой, лишённый некоторых нужных частей. От неё там ничего не осталось, Бертран. Челюсть старика сжалась так, что могла бы треснуть. Нет-нет, может она и не может выбраться. Но она была всё ещё там. Я чувствовал её, если бы я просто мог. Скитер перебил её, взмахнув рукой. Чувства не помогут вытащить ещё одну душу из фабрики, Бертран. Кроме того, то, что ты хочешь, это не то, что возможно сделать. Ты говоришь мне о новой сделке с дьяволами? Соглашение, что мы заключили, было простым, Бертран. Никогда не видеть дневной свет. Это нерушимое ограничение, то, что нельзя обратить. Я извиняюсь, сегодняшний день был сложен для тебя. Но мы оба согласны, что ты отдаёшь мне это, чтобы я передал это туда, где оно не сможет быть найдено. И это никогда не будет найдено, я обещаю. Бертран хрюкнул, пытаясь встать. Тело подвело его снова, и он рухнул на землю. Скажи мне, где это находится. И не важно, если это на другом конце мира. Мне нужно вернуть это. Скитер резко встал. Его глаза были полны ярости. Что-то похожее на ужас было едва заметно в их уголках. Не бывает такому, я сказал тебе, Бертран. Я тебе не врал, не бывает такому. Он слегка потёр лицо. В этот момент Бертран увидел, как что-то шевельнулось под его кожей. Это не было единственной вещью, что я похоронил, знаешь ли. Были другие, три других, которые я ценил очень высоко. Вещи, которые значили для меня больше, чем жизнь. Но какая-то часть меня понимала, что они не должны видеть свет. Так что я похоронил их. И я желал их после этого. Он вздохнул. Если бы такое было возможно, я бы сделал так же. Но это невозможно. Ни для тебя, ни для меня, ни для кого. Бертран обмяк. Тогда я пропал. Скитр кивнул. Да, теперь ложись спи. Утром работный увидит, как ты вернёшься к машине. Затем ты сможешь хорошо отдохнуть дома. Я? Я поговорю с мистером Дарком насчёт Изабель. Я ничего не обещаю, Бертран. Но мистер Дарк имел дело с фабрикой. Если какая-то часть от неё осталась, можно попробовать вернуть её. Скитр стоял, отряхивая штаны и приглаживая галстук. Но твой сын, Бертран, господин Улыбка, ты хочешь взять его домой с собой? Бертран покрылся мурашками. Что-то дикое проснулось в его сердце. Он наполнился страхом. Нет, сказал он. Нет, я не могу. Я не могу видеть его. Он заколебался. Я не смогу увидеть его опять. Извиняюсь. Скитр пожал плечами. Не извиняйся, я знаю место, где мы можем держать его. Кое-где, где фабрика не сможет его достать. Он кивнул. Спи хорошо. Бертран кивнул, сполз обратно на тонкий ковёр и уснул до того, как его голова коснулась пола. Скитр стоял неподвижно пару моментов. Закончил пить и смотрел в окно, на беснующийся снаружи шторм. 1967. Шёл дождь, но не сильный. Небеса нахмурились, и низкое эхо грома отражалось где-то далеко. Длинная чёрная машина припарковалась на обочине длинной чёрной дороги, которая тянулась в обе стороны, не встречая других машин. Двигатель её работал, а один из её пассажиров курил сигарету. Через некоторое время за ней появилась бронированная машина. В какой-то момент она оказалась прямо за первой. Дверь бронированной машины открылась, и из неё вышел человек. Он был одет в плотный плащ с латунными пуговицами. Его волосы песочного цвета были взъерошены. У него были зелёные глаза, прямо перед которыми сидели круглые очки. Он улыбнулся еле заметной улыбкой, когда из другой машины тоже вышел человек. Он тоже был молод, может по 30, но его глаза выдавали его возраст. Глаза его выглядели злобно, а улыбка решительна. Скитер Маршалл, сказал молодой человек, протягивая руку. Моё почтение, разумеется. Блондин пожал руку в ответ. Взаимно, у вас всё с собой. Скитер кивнул. Они пошли вдоль корпуса машины и открыли багажник. Внутри еле заметные, но подсвеченные светом лампочки, прикреплённые ко дну багажника, стояла чёрная длинная коробка, скованная цепями. На её передней части, украшенной фиолетовыми чернилами и золотой отделкой, была блестящая буква W. Скитер поморщился, когда взглянул на это. «Что вы делаете с этим?» – спросил он. Другой мужчина осмотрел её. Скитер не видел его глаз, но заметил, что мужчина изучает вещь очень внимательно. «У нас есть место для этих штук!» «Осторожно», – сказал он. «Кое-где, где никто не сможет их достать. Мы позаботимся о них». Скитер сделал шаг назад. «Ты знаешь, что это верно?» Мужчина кивнул. «Я да». Блондин подал знак, и ещё три человека вышли из бронированной машины. Они осторожно вынули коробку из машины Скитера и ловко перенесли её в багажник своей. Блондин развернулся и пошёл за ними. «Послушайте», – начал Скитер, – привлекая внимание мужчины. «Я не уверен, знаю ли я ваше имя». Мужчина улыбнулся снова, залез в свой карман и достал белую визитную карточку, которую передал Скитеру, который посмотрел на неё удивлённо, лишь наполовину веря своим глазам. Когда бронированная машина уехала, Скитер посмотрел вниз на карточку. Перед ним предстал текст. Доктор Адам Брайт. Департамент аномалий.